Всё, всё, спасибо. Здравствуйте, я Лариса Гузеева в эфире. Давай пожениться. Девчонки, привет! Нам сегодня придётся нелегко, потому что жених, мягко говоря, специфический, но за него пришли бороться многодетная мать Виктория, добросердечная гувернантка Мария и романтичная поэтесса Любовь. Но давайте сначала поприветствуем жениха. Здравствуйте, я хочу создать большую счастливую семью и надеюсь, что эта передача поможет мне в этом. Спасибо, проходите. Илья не сможет ужиться со вспыльчивой и грубой особой. Женится на доброй и хозяйственной даме с чувством юмора, которая сможет создать уют в его доме. Просто врач, прекраснейшая профессия, а уж военный врач, это же, ну, не знаю, огромное счастье. Тем более, вы получали профессию ещё в те советские времена, когда учили. Когда был конкурс, когда было мало блата, то есть к вам обратиться, иметь в семье врача, это же огромная удача. Это работа с живыми людьми. А перед компьютером никакой ответственности. Сиди себе дома, не надо ни мыться, ни бриться. Почему, Илья, откуда такой пессимизм? Вы что, 40 лет, что с вами произошло, миленький? Вроде бы так, ничего. Нравится, да, тебе? Ничего. Вы рано женились? Нет, я женился в возрасте 23 лет. Уже закончили к тому времени институт? Вот как раз совпало, это было летом. А ваша жена была ваша коллега? Да. Илюш, а почему вдруг решили развестись фиктивно? Чтобы что? Ну, тоже мне не хотелось бы так открыто освещать причины, побудившие меня сделать это. Поверьте мне, в этом была необходимость. А потом, чья была инициатива не поставить заново штамп в паспорт? Скорее, наверное, моей супруге. Как она это объяснила? Я достаточно продолжительное время отсутствовал. Не жил в семье. А почему? Я искал работу здесь. В Москве? Во сколько лет вы уехали в Москву? Полтора года назад. Ой, ну Илюш, ну к сорока годам это поздно. Очень поздно. Что вас в Москве ждало? Вот как можно, имея детей, жену, вдруг взять и сорваться с места и поехать в Москву? Ну, мы планировали поехать вместе. Чтобы что? Вот вы себе так, вы же умные люди, образованные. Вы прикидывали? Взять с собой детей, да? Жилье снять, даже съемное. Устроить детей там в школы, в детские. Я не знаю, сколько вашим, сколько, кстати, детям лет? 14. У вас один, да? Да. 14 лет устроить в школу. Ну, это же просто такие затраты. Здесь на трех работах пластаешься, еле-еле, концы с концами сводишь. Илья, я не прибедняюсь. Нет, ну ты что, у него двухкомнатный квартир, который он сдает. Она же московская. Московская, правильно? А значит, не в накладе приехал-то. Ну, типа, аж не особо-то мой. Ну, а главное то, что внутри. Ну, да, главное с человеком познакомиться. Какой человек, вот сам по себе, это другое дело, конечно. Это ваша квартира в Москве? Да. Вот. Значит, вот эти все, как раз все это. Имея двухкомнатную квартиру, почему вы живете в приюте? Для этого у меня было серьезное расстройство со здоровьем. И я, скажем так, утратил... Дееспособность? Нет, не дееспособность. Свои наработки в течение четырех-пяти лет я создавал один очень многообещающий проект. И исходники этого кода были утрачены. У вас украли компьютер? Ноутбук. Украли? Понимаете, но у вас не украли ваше образование, ваши руки. И даже работая на скорой помощи, врачом, я не знаю, на скорой, где требуется, 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 вы могли бы не сдавать квартиру? У вас лишили лицензии, или как это называется, диплом, у вас лишили права быть врачом? Тогда не верю. Молодой, здоровый мужик. Ну, хотите верьте, хотите проверить. Почему не хотите работать по своей специальности? Это престижнейшая работа. И сегодня, тем более в Москве, она высокооплачиваемая. АПЛОДИСМЕНТЫ Нормальный мужчина, но немножко напуган. Что-то настораживает. То есть, пока вы отсутствовали, зарабатывали, у него появился кто-то, да? Нет, появился он потом, конечно же. Когда потом? Когда она поняла, что никогда не дождется приглашения в Москву. Когда мы уже приняли решение расстаться. Ой, а вы детишка еще хотите? Да. И вы хотите большую семью? Да. А хотелось бы пояснить, большая семья в вашем представлении, это ваши общие дети, ваши родители, либо вы можете взять женщину уже с готовыми детьми и не с одним? Не исключаю такую возможность. Какой большой семье хочется? Ну, детей чем больше, тем лучше. А если у нее будет пятеро, допустим, уже своих готовых? Вы такую историю рассмотритесь? Я надеюсь, что справлюсь. Скажите, какие были претензии? Вот, ну, просто хочется уже какой-то конкретики, Илюш. Вот какие претензии звучали в ваш адрес? Кроме того, что жене не хватало вашего внимания, времени. Вот что? Разве может быть у женщины более серьезная претензия? Мой муж орет все время, на меня и на детей. Вот у меня претензия. Невозможно. Говорит, это вас не касается. Нездержанный человек. Ненавижу просто. Могу возненавидеть. Все время предупреждаю. Ненавижу не сдержанных. Мне кажется, нужно как-то учиться держать себя в руках. А к тому, что он уезжает в командировки, я отношусь абсолютно спокойно. Мне хватает времени с ним. Нет, как правило, я не повышаю голос. И, как бы, такой проблемы в отношениях не было. Вы директор этого самого приюта. Это частная организация какая-то или государственная? Мы созданы под духовным руководством храма Косьмой и Демиана. Сейчас мы недавно открылись как межрегиональная общественная организация. Да, но поскольку это при храме, да? Да. Понятно, что вы не можете в приют привезти женщину. Ну, понятно. Нет, у нас живут несовместно. В разных комнатах живут женщины и мужчины. Нет, если, например, начнется роман у Ильи с одной из невест, я думаю, куда он сможет ее привезти? К вам в приют точно нет. Чтобы не было сексуальных отношений, а так они могут там рядом сидеть, разговаривать. Социальный приют. Это секта. Секта? Да, я чувствую, что ты не то с ним. Ну, надо поработать. Вы пришли на программу «Давай поженимся», поэтому мы не будем действительно уже так глубинно копаться, почему да как. Вы хотите жениться. Да. Вы хотите большую семью. Но для этого нужно много здоровья, гораздо больше, чем для того, чтобы врачевать. Несравненно больше. И вы считаете, что в новом браке же она не будет вам говорить, а где ты был, а что-то мне мало времени. При теперешней этой жизни. Так если она с пятью дитями-то, господи, у нас таких мужиков навезут. Тогда и зачем Илья? Она тоже его погонит работать. Нет, у нее вот брать надо женщину, у которой проблем больше, чем у вас. Понимаете? Чтобы пожалела. Да. А ее с пятью дитями кто возьмет-то? Илья не похож на человека, который решит проблемы женщины. А они через, как говорится, через жалость на уважение друг к другу. Он ее проблемы решает, она его решает. Его надо, как говорится, холить, лелеять, еще на ноги поставить. Мне кажется, пока Илья сам себе честный. Нет, с простой заскучает, а пошлиц или сопьется. С простой совсем. Со сложной, боюсь, надорвется. Поэтому я даже не представляю, какая нужна. А я представляю. Вы даже не переживайте, Ильюш. Пристроим. Как ты его оцениваешь? Для какаши или квартиры? Внешне. И вообще внутренние, внутренние, внешние качества. Ну, интересный должен быть человек, но специфический характер должен быть очень такой непростой. Вас переодеть надо, обуть одеть, а главное обласкать, чтобы вы чувствовали свою значимость. А такая может, которая наслаждалась... А может быть, Илья сам скажет, какая ему нужна? Что мы за него сидим и гадаем. Ну, да, наверное, на первое место я ставлю возможность создать тёплый семейный очаг со стороны женщины. Уют домашний. Может быть, да, и не может быть, заботу и внимание в том числе. По отношению к вам? Да, и постараюсь оказать то же самое уважение, заботу, терпимость к своей партнёршам. Вот смотрите, когда молодые женятся на молодых, у них впереди перспектива, они развиваются, строят, рожают, учат, куча забот, это их объединяет. Вот как вам кажется, что вас может объединить? Понятно, что вам нужна взрослая женщина, потому что молодые приходят совершенно за другими мужчинами, к сожалению. Сегодня такой вот материальный мир. Отчасти вы правы, но я хочу создать семью. Если всё-таки человек моей судьбы, и если это настоящая любовь, я считаю, что лучше быть счастливой, чем, так скажем, искать своё счастье всю жизнь. Хорошо. А что вы ей дадите взамен? Вот она будет создавать уют ради чего? Мало женщин найдутся в возрасте, которым нужен просто мужчина для любовных утех. Мало. Тогда нужен для чего-то, чтобы что? Материальная база, дом, дети, внуки, может быть. Прекрасно. Это прекрасно. Если действительно так будет, то, конечно, именно в этом женщина и нуждается. Я тоже на это надеюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ Уже человек разочаровался в том, что у него было... Поскольку Илья дважды уже повторил о том, что слегка презирает возможности медицины, которые мы преувеличиваем, я из этого делаю вывод, что вы разочаровались в тех знаниях, которые вы получили, и больше не хотите с этим связываться. Да нет, это, мне кажется, зелен виноград. Почему? Я не исключаю, что вернусь к медицинской работе. Я просто смотрю на нее без того несколько романтического налета, как пытается представить уважаемый ведущий. Я с огромным уважаемым. Если желание работать будет у человека, то он сможет. Если не будет пессимизма, если человек будет оптимистично настроен, если он захочет, то он сможет. Хорошо, время идет, невесты торопятся к нам, поэтому, Роза, что ты желаешь нашему жениху сегодня? Сейчас Илья, каким бы он там распрекрасным, с хорошим образованием ни был, находится в ситуации примака в лазине. Сорену так называли, когда мужчина шел на территорию женщины. Я знаю, что это такое. Вот, вот, очень хорошо. А то Лариса на меня все время обижается, как будто я в лазине придумала. Да, и примака, вот я прямо это... Ну вот, значит, соответственно, женщину надо брать с проблемами. Именно с проблемами, которые через жалость к вам, потому что вот я сижу, и у меня жалость уже просыпается. Но я своих уже примаков прошла, понимаете? Я подумаю об этом. Вот, поэтому я вам буду жалостливую с большими проблемами. Практически буду вторить Розе. У меня тоже жалость стоит впереди любви на много шагов. Все мои мужья жили на моей территории. Я работала всегда на трех работах, зарабатывала больше, чем все мои мужья вместе взяты. Потому что я могу влюбиться только в того мужчину, которого могу пожалеть. Я, моя такая природа. Я мега сильного, сильнее меня, вот мачо, за которым приходит наша невеста, я его просто не вижу. Он мне... Это не мой сексуальный объект, это не тот мужчина, от которого я могу рожать детей. Понимаете? Поэтому я вам желаю встретить женщину простую, как я. Спасибо. Бася, в гороскопе человека одна из самых сильных планет, это планета в восходящем знаке. В вашем случае это Меркурий в рыбах, ослабленный, такой не очень добрый. И он, с одной стороны, придает вам некого инфантилизма, и он, к сожалению, действует, парализуя волю и не давая человеку бороться за лучшую участь. Вот я вам желаю преодолевать в себе это. Маш, если он тебе понравится, какая разница, где он живет? Если он мне понравится, если я ему понравлюсь. Это только Бог знает. Искра должна быть. Вам нужна женщина, которая будет боевой подругой и поможет вам эти сложности, они точно будут преодолевать, проходить. То есть не нужно настраиваться на то, что сейчас жизнь заиграет просто сама по себе яркими красками. Вы должны себе это обеспечить, себе и своей будущей избраннице. Приготовьтесь бороться за жизнь, а не просто тихо переживать какой-то поток событий. Спасибо. Мы учтем эту информацию. Очень скоро нашего жениха ждут три незабываемые встречи. И, возможно, одна из них изменит его судьбу. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся». У нас в гостях Илья. Встречайте первую невесту. Здравствуйте, Илья. Меня зовут Виктория. Мне очень приятно встречать с вами. Давайте знакомиться. Здравствуйте, Виктория. Спасибо. Проходите. Виктория. 35 лет. Дизайнер-оформитель. Вяжет, шьет и воспитывает троих детей. Мечтает прыгнуть с парашютом. Предупреждает, что живет с матерью и занимается строительством дома. Многочисленные попытки Виктории создать семью заканчивались большой трагедией. Надеется, что с Ильей ее жизнь изменится к лучшему. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. А, Вика, и сколько же у вас было попыток создать семью? Ну, очень много. Где-то... Ну, первая попытка была во сколько лет? Ну, первая попытка я была еще совсем юная. Мне было 18 лет. По любви? Ну, как-то да, казалось. Вроде бы, да, это была любовь. Вроде бы, все хорошо. Мы встречались с молодым человеком. Полтора года мы провстречались и с ним. И в один прекрасный день я узнала, что он мне изменил с моей подругой. Какой ужас. А как узнали? Он вам сад признался? Нет. Мы отдыхали, сняли домик на море. А, ну, за неделю буквально до этого мы с подругой ездили в магазин и покупали, и купили ей заколку для волос. Когда мы приехали в домик с моим молодым человеком, я начала наводить порядок и под подушкой нашла эту заколку. Какой ужас. Ну, я не знаю, специально. Может быть, специально? Не знаю, специально это было или нет. Но вы ведь не стали выяснять с молодым человеком? Нет. А выясняли с своей подругой? Я даже выяснять не стала. Я принесла, отдала ей заколку. Она поняла, что я всё знаю, попросила у меня прощения. И ведь вы её простили и продолжали дружить, а с мужчиной расстались. Рассталась. Подруга, милая моя, ну что ты? Какая подруга? Я здесь с подругой ездила. Бывает, Тодор, поверь мне. Бывает, подруга. И неизвестно тогда, кому повезло. Да, да. Вы узнали, что вы беременна, и объявили это своему молодому человеку? Нет, я ему объявила позже, когда мы с ним встретились, я ему просто сказала... А почему сразу? Что вам мешало? А зачем? Я уже не собиралась с ним связывать свою жизнь. Я не смогу жить с таким человеком. А ребёнок? Вот прекрасная моя дочь, Элеонора, выросла. А у дочери прочерк в свидетельстве о рождении? Или он надал свою фамилию? Нет, прочерк. Она на мне. Почему такая вот прямо безответственность? Ну, я знаю, что на седьмом месяце беременности вы встретили свою большую любовь, прекрасного человека. На седьмом месяце беременности, да, ко мне подошёл молодой человек. Мы как-то, ну, раньше по молодости общались, и он жил неподалёку. Он признался мне, что он ещё с своих 16 лет меня очень сильно любит. А живот ваш его не смущал? Нет, его не смущал. И вы поженились или просто стали вместе жить? Нет, мы стали вместе жить. А потом он вас приревновал? Он приревновал, ну, то есть его любовь в последнее время стала приходить не в любовь, а уже это был фанатизм. Это просто был фанатизм. А к кому ревновал? К любому столбу. Какой-то фанатизм просто пошёл. К дочери как относился, когда она родилась? Хорошо. К дочери он относился очень хорошо. То есть она не была таким раздражителем? Нет. Предметом для ревности? Нет, нет, нет. Это он убил вашего отчина? Да. А из-за чего? Мы... День влюблённых, 14 февраля. Мы с подружками отмечали в кафе, а он поехал домой за деньгами, так как нужно было дальше отмечать. Гулять? Не очень туда. И что-то вот они там у них не поделилось. Его посадили? Да, его посадили. Роковая женщина. Это был чёрный вдова. Хорошо он не съедобил. Да. Ему не надо такую женщину. И вы встречаетесь? Я встретила молодого человека. Мы с ним начали встречаться. И вот так вот как-то у нас с ним вообще очень быстро всё понеслось, поехало, закрутилось. Это была вообще безумная сильная любовь там, конечно. Вы забеременели? Я забеременела от него, вышла замуж. Это был первый ваш брак официальный? Официально второй. Официально второй. Родили ребёнка? После того, как мы с ним расписались, через чуть больше месяца он заболел. 19 дней пролежал в реанимации и умер с реанимацией, он так и не вышел. От него я родила ребёнка. То есть пока вы были беременны, он умер? Угу. Как вы считаете, Виктория, от чего с вами такие несчастья? Не знаю. Ну как-то не, ну не знаю это в 20 лет, не знаю. Ну в 35 уже имея троих детей нужно говорить, знаю. Почему? Наверное, я плохо разбираюсь в людях. Но хочет всё-таки найти того единственного отца, хорошего для своих дочек. А вот сейчас замуж хотите, зачем? Чтобы что? Мне нужна вторая половинка. Чтобы для чего? Для себя, для души. Чтобы ещё рожать детей? Для чего? Для души. А где вы, кстати, живёте сейчас? Дома. А где? В Москве? Нет, в Краснодарском крае. У вас свой дом? Мы сейчас живём в мамином доме. Мама оставила нам дом, и мы живём в мамином доме. Если, Илья, у вас всё сложится с Викторией, поедете в Краснодарский край или не оставите Москву? Сложно сейчас ответить. Почему? Что здесь такого сложного? Что вы такого в Москве оставите, чего нет в Краснодарском крае? Приют? Что вас здесь держит сегодня? Можно также сдавать квартиру и получать в Краснодарском крае жизнь дешевле. Готовы или нет всё бросить? Готовы? Да. Женщина хорошая, интересная, но всё равно. Для троих детей она очень интересная. Хорошо, тогда, Вика, покажите сюрприз. Илья, я старалась, вязала это собственными руками для вас, чтобы в холодное время это согревало вас. Передайте, пожалуйста. Прямо свито. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, Илья. Илья, открой. Нам покажете? Спасибо. Спасибо. Какая молодец. Какая молодец. И размер угадала с размером. Я гляну, куда я погоди. Сейчас, приложу сзади, сзади. Нет, и угадала с размером. Да, ты посмотри, да, угадала. Ну-ка, подними. Нормуль. Нормуль, всё хорошо. Спасибо, девчонки. Молодец, спасибо. Счастья вам и удачи. Не делайте больше глупостей, проходите в свою комнату. Спасибо большое, Вика. Что-то я совсем растерялась. Давай послушаем. В этой истории мне жалко, конечно, детей Виктории. Потому что Виктория будет жить так всегда. Есть такие женщины, к счастью, они редко встречаются. Она добрая, правда. Она добрая. Она совершенно лишена какой-то злобности. Просто вот ветер так дует, и она вот по этому течению. К сожалению, антигерои в жизни больше, чем герои. Знаете, и детей, и детей мне этих жалко. Про таких детей говорят, родила мать, да не облизала. Что она может дать своим детям, если она себя не может сделать счастливой? Емельян, что вы скажете? Я думаю, что до конца жизни каждому человеку будут даны постоянно какие-то путенаправляющие метки. И он либо их, наконец, заметит и поймет, что что-то он не то делает, либо он будет все время идти против течения. И, конечно, счастья тогда никакого не будет. Скажите, а не получится так, что ваши дела поправятся, с квартирой все решится, и с профессией? Что вы будете делать с Викторией? Думаю, что не получится так. Что, дела поправятся? Нет. Нет, дела ваши поправятся, все у вас пойдет в гору. А Виктория замороженная в свои 35 лет. Я не думаю, что... Что вас может связывать, кроме сегодняшней вашей вот такой бедоложьей жизни, что лучше с Викторией и в Краснодарском крае, чем... Подождите. Я пришел сюда не поправить свои дела, а создать семью. Ну, с такими делами, знаете, семью-то сложновато создать-то. Я надеялся, что вы мне в этом поможете. А мы что, ваши обьицы здесь, что ли, золотые рыбки? Вы попросили, мы раз вам это... Прозамбировались. Я думаю, у вас получится. Да? Просто Лариса меня абсолютно не поняла. Я просто еще очень много растерялась, не знала, что ответить. Виктория, безусловно, есть один жирный плюс в вашем случае. Она, конечно, человек добрый. А на сегодня это очень много. И она человек бескорыстный. Потому что 99,9 женщин, которые приходят, хотят мужчин состоятельных. Вот и все. Она не задала ни одного вопроса, потому что ей искренне на это наплевать. Был бы милый рядом. Поэтому, если сможете стать милым, то я думаю, у вас все получится. Спасибо. А звезды? Мне кажется, что вы, Илья, могли бы быть своеобразной панацеей для нее. Может быть, вы ей что-то открыли бы другое. Потому что ее все предыдущие мужчины, очевидно, были однотипные. Вот эти самые антигерои с Марсом в соединении с Меркурием на вершине восьмого дома. Я не хочу сказать, что это бандитствующие личности. Но, скажем так, они все были лихими парнями и антигероями, негероями. Может быть, вы и постараетесь показать какой-то другой мир мужчин с другой стороны. Мужчин не таких напористых, нахрапистых, мягких. Иногда мужчин в бессилии, не умеющих что-то сделать. Иногда мужчин, находящихся в затрудненных обстоятельствах. И эти образы тоже бывают полезны женщине для того, чтобы что-то живое в себе откопать. И, ну, как-то, не знаю, начать проживать свою жизнь по-новому. Поживем, увидим. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И не пропустите новые знакомства через несколько минут. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». У нас в гостях Илья. Встречайте вторую невесту. Удачи. Мария, 42 года. Гувернантка. Увлекается психологией и эзотерикой. Занимается восточными танцами. Мечтает повенчаться со своим избранником. Предупреждает, что не любит готовить. Первый возлюбленный признался Марии, что она не та женщина, ради которой можно бросить петь. Второй заявил, что она не та женщина, от которой можно иметь детей. Надеется, что Илья оценит ее по достоинству. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые сваты. Ой, какой у вас соборочный сумасшедший. Спасибо. Потрясающе. Где купили? На заказ. Красота. Мария, через какое время... Вы что, цветы нам хотите подарить? Ну, так дарите, что вы так стесняетесь. Я очень рад. Весна, ребята, тюльпаны. Да. Спасибо. Для меня очень большая честь. Можно вашу руку поцеловать? Ой, можно и не обязательно. Спасибо большое. Нет, для меня это очень важно. Вам тоже. Спасибо. А руку плать не будешь? Ну, буду. Могу и щечку поцеловать, если захотите. Ладно. Мария, когда узнали, что у вашего избранника проблемы с алкоголем? Ну, в общем-то, почти сразу. Угу. Но не могла уже остановиться, потому что влюбилась. И думала, что я спасу его. Ну, наверное, как и все это думают поначалу. Послушайте, у вас была возможность подоблюдать за ним. Он же был вашим соседом. Ну, я на него не обращала внимания, как на соседа. Увидела, когда влюбилась. А во что можно влюбиться, когда человек пьет? Ну, видимо, в какой-то образ. Ну, так расскажите, что за образ-то? Ну, я так думаю, что у меня с детства сложился такой образ мужчины, которому нужно помогать, который слабее, видимо, как мать-ребенок. Такой нужен был человек. А вы ему помогали в чем? Бороться с пагубной привычкой? С пагубной привычкой бороться. Такая мать Тереза, да? Заниматься его детьми, от которых ушла его, жена ушла от детей, к другому мужчине, оставила всех троих дома. Нет, вот Мария по типажу ему подходит. Вот она такая вот, как... Она вот похожа, как мама. На мамочку похожа. А жена бросила из-за чего? Жена бросила. Она уходила, приходила, потом опять уходила. Нет, ну можно бросить мужа оставить, а детей-то как она оставила? Ну, потому что некуда было их взять. Вот смотрите, и он вам даже подарил колечко этот пивоха. Опаньки! А что, такой дорогой, что ли? Ну, нормально. Да, тут рубины и бриллианты. И вы думали, что он делал вам таким образом предложение, да? Что колечко – это знак. Это знак того, что знак его любви. Да, и когда вы ему задали вопрос, типа, что бы это значило, он что вам сказал? Ну, он сказал, что, возможно, я бы хотела на тебя жениться, я пока не решила. Может, это Джонина? Нет, 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 это колечко с чеком, с коробочкой, ну, там цена не указана. Мария, и он, когда его попросили бросить пить, он сказал, не та женщина, ради которой бы я бросила пить. Как это обидно, наверное. Да, было неприятно. Ну, что ж. Вы его оставили? Да, сначала ушло уважение, потом ушла любовь. И идет, так скажем, ищет своего человека, спутника жизни. Это здорово. А следующий мужчина? Следующий мужчина был на работе. Да, служебный роман, получается. И почему с ним не сложилось? Почему вы сейчас не с ним? Я не с ним, потому что, так, обматывая назад, мне кажется, два мужчины в моей жизни были с привкусом альфонсизма, если так можно сказать. Он вам сказал, ты не та женщина, на которой я хотела жениться. Ну, наверное, да, что ему нужна богатая, молодая, перспективная. Он был так хорош с собой и так незаменим, что мог претендовать. За что вы его полюбили? Ну, видимо, это какой-то тип особенный мужчины. А вы тип особенной женщины, которая спасает. И вот просто для вас Илья сидит напротив, которого нужно спасать. Есть женщины, которые жить без этого не могут. У них подкашиваются ноги. Смысл жизни пропадает. Дай им вот мужчину, ради которого стоит жить, страдать, спасать. Да? Может быть, вы нам что-то проясните, что в Марии не так? В чем ее проблема? Вы понимаете, ее добрая душа, ее добрый внутренний мир, который есть, он всегда ей мешает в жизни. Я хочу здесь выразить, сказать слова Бабы Ванги, которая говорила, что человек дышит кровью, чувствует сердце и говорит душою. Вот если можно сказать, это она. Хорошо, Тодор, у вас есть какие-то вопросы? Вы же такой вот прозорливый, ясновидящий к Илье. А мне кажется, что тут даже не в вопросах дело. Илья сидит, и время от времени что-то шепчет губами. Вот мне бы хотелось знать, что? Впрямую спросить неудобно, но, может быть, вы знаете. Ну, человек тоже стеснительный. Я вот как такой. Но вообще удивительный, хороший, добрый человек по душе. Как сказать? Ну, знаете, как говорят, есть профессия. Хороший человек – это не профессия. Понимаете? А вы как узнали, что он хороший? Ну, я же видел. Мне достаточно видеть, мне достаточно послышать, мне достаточно понять. А ничего, что мы сейчас вот, ну, как бы, с деньгами у нас проблемы? Да все это наживное. Еще бывают проблемы и с деньгами. Ой, слава Богу, что вас это не смущает. А если вас это не смущает, мы только рады. Поэтому остается что? Показать сюрприз. Давай покажи и не бойся. Я знаю, что вам нужно переодеться для сюрприза. Да, нужно переодеться. А мы вас подождем. Как тебе друзья, героини? Друзья? Такие интересные, своеобразные люди. Ну, да, такие довольно-таки интересные. Невеста готова. Давайте посмотрим на сюрприз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Зажигательно. Зажигательный. Главное, так естественно. Естественно, открыто. Здорово. Ярко. Спасибо, Мария. Проходите с друзьями в комнату. Кошмар, нет? Машина, ты мужчина. Молодец. Правильно. Вообще, восточный танец, это танец, как перевод, как язык взрослой женщины. А чем мужчина-то брать-то? В чем же она молодец? Нет, нет, а чем брать-то? Книжками, что ли? Ну, только этим. Илья, вам понравилось, Мария? Вы видите ее рядом с Ильей? Вы знаете, у нас с ним совершенно разные взгляды, и это хорошо, если бы все одинаково на всех смотрели, была бы беда. Последнее, то, что танец, честно скажу, мне не понравилось. Не понравился? Танец, нет. Ну, потому что ты, ну, батюшка, наверное, да? Чем? Нет? Всем нравится. Ему нет. Знаете, для меня танец, это был абсолютно невинен. Другая будет стихотворение Пушкина читать в глухом платье, понимаете, в глазах бесы. Как вам, Илья, Мария? Хорошо. Менее полностью положительное. Я рассмотрю ее в качестве кандидатуры. Друзья такие приличные, правда? Да. Вот так он смотрел хорошо на нее, смотрел, аж в глаза, тут так не ожидал. Василиса, а как тебе, невеста? Мария понравилась, и я понимаю, что все вот эти отчаянные попытки с ее последними мужчинами, конечно, от безысходности. Она вскользь прошлась двумя словами по самому важному. До 36 лет, конечно, любила, конечно, отношения были, не сложилось. Почему же другой вопрос? И когда к определенному возрасту уже не складывается, женщина из-за алкоголика с тремя детьми, без жены пытается какие-то усилия предпринимать, и выйдешь на сцену, и при всей стране продемонстрируешь не очень профессионально и не очень красиво танец живота. Ну, она старалась. Она, по крайней мере, сейчас старается в текущий момент времени для своей личной жизни сделать все, что она может. И это заслуживает безусловного уважения. Хороший человек, хорошая женщина, которая, к сожалению, столкнулась нос к носу с реальностью, что мужчины не разбегаются брать женщин после определенного возраста в жены. Ну, во-первых, таковы не все мужчины. Во-вторых, мне кажется, что ей нужен ровно вот тот типаж мужчины, какой вы себе представляете. Так что я считаю, что здесь место для симпатии есть с точки зрения естественной склонности. Гороскопически вы действительно неплохо могли бы найти общий язык друг с другом. Понимаю. Встречайте третью невесту. Удачи. Здравствуйте. Здравствуйте. Я надеюсь, наша встреча не будет последней. Я тоже на это надеюсь. Как вас зовут? Любовь. Спасибо. Спасибо. Любовь. 39 лет. Педагог поэзии в Доме творчества. Посещает музеи и выставки, выступает в концертном жанре, пишет стихи и песни, работает над постановками сказочных спектаклей. Мечтает создать свой театр и родить дочь. В первую брачную ночь Любовь узнала, что ее муж алкоголик. Два года боролась с его зависимостью, но в итоге подала на развод. Надеется, что Илья не будет скрывать свои вредные привычки. Любочка, когда вы познакомились с вашим будущим супругом, у вас были подозрения о том, что он алкоголик? Вы знаете, я не совсем точно, наверное, разобралась в человеке. Я была очень сильно в него влюблена и почувствовала, что это моя судьба. И он предложил мне руку и сердце, я полюбила его, и поэтому вышла замуж. Но он не пил, когда ухаживал за вами? Он не пил, он скрывал от меня то, что он пил. А что же его заставило прямо перед первой брачной ночью напиться? Вернее, он пил 10 лет, но он скрывал то, что он пил. А почему в первую брачную ночь-то развязал? Расслабился. А в первую брачную ночь... Волнение. Это я не могу на этот вопрос ответить. Я была просто в шоке и чувствовала в тот день себя очень несчастной. Ну хорошо, ну послушайте, в первую брачную ночь многие разные чудеса случаются. И напиться можно, но потом есть вторая брачная ночь, потом целая жизнь впереди. Можно было это перевести в какую-то шутку, не знаю, посмеяться обоим и начать жизнь со второго дня. Я старалась бороться, помочь ему. Помогали? Да, помогала, да, помочь ему в его недуге. А он запойный, что ли, да? Это было уже болезнью. Да, это был алкоголизм, который он скрывал и 10 лет пил до меня. Сколько вам было лет, когда вы выходили из него замуж? 29 лет. То есть это было 10 лет назад? Да. То есть вы буквально на второй день с ним расстались? Нет, мы... Или пробовали как-то? Мы... Я уже была... Были же у него, наверное, было время просветления? Да, я вышла замуж через дворец бракосочетания. Меня так воспитывала бабушка. И, так скажем, все мои вот такие рухнули мечты. Просто-напросто я потом вся ушла в искусство. Я не надеялась, что встречу человека. Просто... Вы развелись как? Прямо после первой врачной ночи, что ли, развелись? Нет, мы с ним продолжали вместе все-таки быть. То сходились, то расходились, то я от него убегала. А вот скажите, а в часы просветления, когда он не пил, он уже... Были такие времена, когда он не пил? Все было хорошо с ним? Вы знаете, он почти всегда пил. То есть, когда ходил на работу, он не пил, но когда придется работать, он пьет. Проблема стояла очень остро. Очень сильно и остро. Мне пришлось... Как у классика. Пил он каждый день, а иногда с ним случались еще и запои. А он как, руки не поднимал? Может, он такой спокойный? Выпит и спит. Нет, руки он не поднимал, но когда я пыталась уйти, он, бывает, меня держал за руки очень сильно. Но он буйный или спокойный был? Вы знаете, он, когда он... А какая разница? Он был алкоголик, который пил все время. А для чего он нужен 29-летней женщине, молодой? Выпил он, спит или руки он распускает? Машунь, как тебе жених-то вообще понравился? Хороший понравился. Понравился? Анечка, скажите, пожалуйста, вот перед вами сидит такой Илья. Да. Как вы считаете, может Любочка с ним быть счастлива? И вообще нужно ли ей замуж? Может быть, не вышла и нашли себя в творчестве иных мужиков этих? Одна проблема. С ним тяжело. Нет, определенная любовь надо найти своего человека. Просто, мне кажется, с Ильей это было бы сложновато. Видно, что человек непростой. А справитесь, допустим, вот с Ильей? Ухаживать надо за ним. Постирать, помыть. Вам это нужно? Не будет это вас раздражать, отвлекать? Вы такая розовая щекая. Видно, что вы не надорвались в быту, по дому. Знаете, просто я думаю, что если человек, любящий, любящий меня, то есть у меня, допустим, к нему возникнут, если ответные чувства, то можно создать семейный очаг. А вот я тут прочитала. У вас собственная квартира в Подмосковье. Это вот не опечатка 20 квадратных метров? Это же сколько у вас комнат? Ну, это такая небольшая квартирка. А комната у вас сколько? Метраж. Ну, я думаю, что это не столь имеет важное значение. Потому что, ну, я считаю, что мне хочется встретить... Нет, это имеет значение, потому что наша квартира сейчас пока сдаётся, но в вашей жизни будет. Его надо спасать. Понимаешь, вот ему сильная нужна, вот как Маша. Что вы так, как-то замерничали, Люба, не готовы? Ну, я считаю, что нужно подумать, потому что человек... Мне главное, чтобы у этого человека была любовь. Всё, спасибо. Здравствуйте, я Лариса Гузеева в эфире. Давай пожениться. Девчонки, привет. Привет. Нам сегодня придётся нелегко, потому что жених, мягко говоря, специфический, но за него пришли бороться многодетная мать Виктория, добросердечная гувернантка Мария и романтичная поэтесса Любовь. Ну, давайте сначала поприветствуем. Всё, спасибо. Здравствуйте, я Лариса Гузеева в эфире. Давай пожениться. Девчонки, привет. Нам сегодня придётся нелегко, потому что жених, мягко говоря, специфический, но за него пришли бороться многодетная мать Виктория, добросердечная гувернантка Мария и романтичная поэтесса Любовь. Ну, давайте сначала поприветствуем жених. Здравствуйте. Я хочу создать большую счастливую семью и надеюсь, что эта передача поможет мне в этом. Спасибо. Проходите. Спасибо. Илья. 40 лет. Через полгода после фиктивного развода супруга объявила, что больше не хочет с ним жить. Илья в прошлом военный врач. Имеет звание майора в запасе. Сейчас работает программистом в социальном приюте. Слушает классическую музыку, читает древнескандинавскую прозу, мечтает открыть компьютерную компанию и побывать в Исландии. Предупреждает, что сдаёт свою двухкомнатную квартиру из-за финансовых проблем. Илья не сможет ужиться со вспыльчивой и грубой особой. Женится на доброй и хозяйственной даме с чувством юмора, которая сможет создать уют в его доме. Просто врач – прекраснейшая профессия. А уж военный врач – это же, не знаю, огромное счастье. Тем более, вы получали профессию ещё в те советские времена, когда учили. Когда был конкурс, когда было мало блата. То есть к вам обратиться, иметь в семье врачей – это же огромная удача. – Пожалуй. К сожалению, какое-то время я не практикую. – Почему? – По ряду, скажем так, личных обстоятельств. Я отдал 16 лет волшебному миру медицины, но, честно говоря, последнее время подумываю о другом призвании. – Каком? – Мне нравится работать с компьютером, мне нравится писать программы. – Это работа с живыми людьми. А перед компьютером никакой ответственности. Сиди себе дома, не надо ни мыться, ни бриться. Почему, Илья, откуда такой пессимизм? Вы что, 40 лет, что с вами произошло, миленький? – Вроде бы так, ничего. – Нравится, да, тебе? – Ничего. – Вы рано женились? – Нет, я женился в возрасте 23 лет. – Уже закончили к тому времени институт? – Вот как раз совпало, это было летом. – А ваша жена была ваша коллега? – Да. – Илюш, а почему вдруг решили развестись фиктивно? Чтобы что? – Ну, тоже мне не хотелось бы так открыто освещать причины, побудившие меня сделать это. Поверьте мне, в этом была необходимость. – А потом, чья была инициатива, не поставить заново штамп в паспорт? – Скорее, наверное, моей супруге. – Как она это объяснила? – Я достаточно продолжительное время отсутствовал, не жил в семье. – А почему? – Я искал работу здесь, я планировал. – Во сколько лет вы уехали в Москву? – Полтора года назад. – Ой, ну, Илюш, ну к сорока годам это поздно, очень поздно. Что вас в Москве ждало? Вот как можно, имея детей, жену, вдруг взять и сорваться с места и поехать в Москву? – Ну, мы планировали поехать вместе. – Чтобы что? Вот вы себе так, вы же умные люди, образованные, вы прикидывали? – А взять с собой детей, да? Жилье снять, даже съемное, устроить детей там в школы, в детские, я не знаю, сколько вашим, сколько, кстати, детям лет? – 14. – У вас один, да? – Да. – 14 лет, устроить в школу. Ну, это же просто такие затраты, здесь на трех работах пластаешься, еле-еле, концы с концами сводишь. Илья, я не прибедняюсь. – Нет, ну ты что, у него двухкомнат квартир, которые он сдает, она же московская. – Московская, правильно? – А, значит, не в накладе приехал-то? – Ну, типа, аж не особо-то мой. – Ну, а главное то, что внутри. – Ну, да, главное с человеком познакомиться. Какой человек, вот сам по себе, это другое дело, конечно. – Это ваша квартира в Москве? – Да. – Вот. – Значит, вот это все, как раз все это. – Имея двухкомнатную квартиру, почему вы живете в приюте? – Летом у меня было серьезное расстройство со здоровьем. И я, скажем так, утратил кое-какие… – Дееспособность? – Нет, не дееспособность, свои… – С кем вы себя видите, с кем вам кажется будет комфортнее? – Я, конечно, колеблюсь между Викторией и Марией. – Викторией и Марией. – Выбор, по сути, вот как бы только такой. – Иди сюда, дорогой, иди сюда. – Что тут думать? – Думать не надо, иди сюда. – Пусть идет туда, куда ему нужно. – Пусть идет туда, куда нужно. – Илья, мне кажется, Мария. – С Викторией заскучаете, я так думаю. – Потом, если Виктория привыкла к определенному типу мужчин, она с вами рядом заскучает и боюсь, что будет смотреть на сторону. Человек не меняется. В 35 лет у нее женский такой раз… Она по-женски еще, ну, очень любопытно, мягко сказано. Смотри, и вам будет поспокойнее. Роза? – А я вот с Емельяном согласна, сама проходила. Действительно, Господь не посылает тех испытаний, которые не сможешь выдержать, как говорится. Поэтому вы, Илюша, тоже испытания для женщины. Вот я и смотрю и думаю, кто это испытание сможет выдержать. Согласна. Мария постарше, плечи у нее побольше, терпение побольше. Кстати, квадратный метр тоже побольше, и проблем не так много. Мария, а звезда Василиса? Только Мария могу рекомендовать из троих. Но вы слушайте свое сердце. Мы вас в любом случае поддержим. Спасибо. Проходите, мы с вами. Вы можете не пойти никому, это тоже ваш выбор. Вас никто не обязывает, это абсолютно ни о чем не говорит. Раз не обязывают жениться сейчас. Я понимаю. Но обязывают. Что есть? Что есть? Что есть? Что есть? Выражайте симпатии нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером в телефону 4151. Евгений, 29 лет, номер 3075. Сборщик мебели играет в футбол, баскетбол и прыгает с парашютом. Обожает походы и экстремальные виды спорта. Опасается девушек с зелеными глазами. Познакомится с обладательницей пышных форм и мягкого характера. Полина, 25 лет, номер 3076. Студентка авиационно-транспортного колледжа. Будущий пилот. Считает себя перфекционисткой и в отношениях готова к компромиссам. Хочет влюбиться в начитанного мужчину в погонах, который умеет мечтать. Мы не знаем, выйдет Илья один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мужчины, заходите. Здравствуйте. Заходите. Очень рада. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще раз спасибо. Вам спасибо. У нас есть пара Илья и Мария. Если вы одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте СМС с именем героя на номер 4151 Айя. Лариса Гузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Удачи. Я безумно счастлив видеть вас сейчас. У вас таких милашек в этот поздний час. Ну что, миленький, улыбаться бы мыли цветочки, подарим нам. Что бы он предложил купить, состояние аффекта явно. Думаю, хоть пироженку что ли съем за его счет. Вот кто устоит? Кто устоит? Никто. Я ваша. Верю я, дождусь тебя, как бы не был путь далек. Красивая, конечно. Если так еще одеться, там... Субтитры сделал DimaTorzok